Друзья, приветствую всех зрителей YouTube-канала «Униан». Это «Тайны» с Жирновым. Сергей, здравствуйте. Как всегда, рад вас видеть. Привет, Алексей. Привет всем нашим зрителям с наступающим Новым Годом или с прошедшим, в зависимости от того, кто когда будет смотреть. Нам есть, кстати, кроме Нового Года чего отпраздновать. У нас практически три месяца мы с вами запустили наш проект, который нравится, в принципе, зрителям и у вас на канале, и у меня на канале. И мы хотим, чтобы он нравился еще больше. Мы просим наших зрителей вместе с Сергеем комментировать активно этот выпуск. Мы внимательно все проанализируем, нам помогут и редакторы этого проекта. И самые интересные вопросы я задам обязательно в следующих выпусках. Предлагайте свои темы для обсуждения, потому что мы же так вот по наитию работаем, да, и думаем, что вам будет интересно. А тем, которые можно обсудить с Сергеем, их великое множество, от актуалки до качественного анализа геополитической ситуации в стране, в Украине, в России, да и в мире. История КГБ, советского, все тайны ФСБ, в общем, тем множество. Выбирайте, мы обязательно будем прислушиваться, так что активно участвуйте. Не забывайте про лайки и колокольчики. Это помогает продвинуть наш продукт, чтобы его увидело как можно больше людей. Сергей, к итогам года обязательно подойдем, наверное, во второй части нашего разговора, да, потому что подвести их обязательно нужно. Давайте начнем с некоторых актуальных событий, которые, к сожалению, они на этой неделе были трагическими для Украины. Россия показала в конце года, что не доверять ей, не верить нельзя, ничего нового, кроме как массированного террора, массового. Эти скоты придумать не могут. Вот, как и в прошлом году, перед новогодними праздниками, мы пережили рекордную, кстати, бомбардировку, ракетный обстрел Украины. Но, в отличие от прошлого года, Украина показала России, что может тоже дать по мордам. Я имею в виду события Белгородской области на следующий день после ракетного обстрела Украины. Как вам кажется, приходит ли уже война окончательно на территорию Российской Федерации? Не поздно ли, кстати? И как далеко этот топор войны может долететь по расстоянию? Сложная тема, очень сложная тема, но, тем не менее, мы не боимся с вами сложных тем, поэтому надо будет ее абсолютно обсудить. Я бы расширил немножко ваш вопрос, потому что вы сказали только Белгород, а я бы упомянул... Я бы упомянул еще и уничтожение большого десантного корабля накануне Рождества или Ворожество, и еще нескольких самолетов, дорогостоящих Российской Федерации. И вот я бы все это поставил в один ряд. И, кстати, вот в этом смысле мне очень неприятно иногда делать какие-то упреки Украине, потому что, в общем, я вместе с вами, я понимаю, что Украина страна-жертва агрессии Российской Федерации. Она имеет право защищаться, она имеет право бить по любым целям где угодно, хоть во Владивостоке, но главное, чтобы эти цели были сугубо военные. А когда что-то прилетает не совсем военное, это работает против Украины. И вы обратили внимание, как мой приятель Вася Небензи за это тут же уцепился. Вот он тут же уцепился. Он тут же, значит, на заседании Совета безопасности сказал, вот видите, жуткая совершенно страна, которая убивает мирных жителей. Вася Небензи ни слова не сказал про Новочеркасск. Про Новочеркасск ни слова не сказал. И Путин ни слова не сказал про Новочеркасск, потому что это абсолютно законная военная цель, и потому что им очень неприятно это признавать. Они ни слова не сказали про уничтоженные сушки, которые там три штуки в Крыму и там где-то еще две штуки там около. Вот ни слова не сказали, потому что это законные военные цели. Это на территории, которую они ощущают своей собственной. В результате что они сделали? Они молча заткнулись и убрали остатки своего военного флота из Феодосии, перегнали за Новороссий, за Туапсе, чуть ли не грузинам уже отогнали куда-то, к туркам. И вот это, кстати, показатель. Вы знаете, я вас покритикую вот в этом смысле. То есть я понимаю, что, конечно, может прилететь там случайно, потому что сбивает ПВО и, соответственно, падает. Такое же, кстати, в Киеве. Давайте сразу оговоримся. Нет никакого шанса, что Украина посылает дроны или ракеты там собственного производства по жилым кварталам Российской Федерации. Это самоубийство для украинской власти, для украинского военно-политического руководства. Мы должны это четко понимать. Поэтому, в моем понимании, все попадания по мирным объектам это результат радиоэлектронной борьбы или каких-то там еще средств противовоздушной обороны, которые из-за дефицита может себе позволить остатки российской ПВО, так называемой. Ведь это очень важный момент. Да, я согласен. Я согласен абсолютно. Поэтому в этом смысле я не хочу быть моралистом. Я не хочу быть таким заумным человечком, который выходит и из Франции вам начинает читать морали какие-то. Идет война, и когда идет война, все понятно, что точно так же, как у Израиля, Израиль бомбит какие-то расположения Хамаса, а если там рядом с этим расположением Хамаса оказывается больница, оказываются какие-то люди, ну, тем хуже для этих людей. Да, то есть это, увы, проблемы войны. Да, кстати, с российской стороны тоже такое бывает, да, когда посылают ракеты на Киев, вы их сбиваете, ну, в том месте, где вы их сбиваете, они падают иногда на дома, они падают на людей. Снова вклинюсь, вот извините, я думал об этом долго. Мы-то сбиваем почему? Потому что мы точно знаем, что это летит чаще всего по гражданским, инфраструктурным и социальным объектам, это же, это летит в жилой фонд Украины, и мы сбиваем ракету, направленную четко на террор, понимаете? И тут мы выбираем между осколками ракеты и попаданием и большими разрушениями. В Российской Федерации, когда этот дрон теряет связь, он просто тупо падает, но он несет с собой, возможно, взрывчатку, и это не осколочное попадание, а попадание дрона фактически, понимаете? Вот в чем существенная разница. Да, это все мы с вами прекрасно понимаем. Это все понимают зрители, которые нас с вами слушают, потому что это люди, у которых есть голова на плечах, и которые понимают разницу, и которые дискутируют на эту разницу, обсуждают эту разницу, и понимают разницу между агрессором и жертвой. Этого, к сожалению, не понимают на Западе. Вот общественное мнение на Западе этого не понимает. И, соответственно, любая такая штука, которая упала где-то там в Белгороде, в Брянске, там и еще где-то, не дай бог, на какой-то дом. Без разницы. Почему? Без разницы, потому что России пофигу, они просто включили рэп, и где упадет, там и упадет. И они даже не, они же не объявляют даже тревогу, у них же задраенные бомбоубежища. Там есть люди, которые пришли к этим бомбоубежищам и увидели амбарный замок, и таким образом не смогли ими воспользоваться. Но на Западе разницы люди не делают, к сожалению. Вот о чем мы только должны говорить. И, опять же, я вам напомню, что ни Василий Бензя, ни Путин, ни Шойгу, ни Лавров ни слова не сказали про корабль Новочеркасск. Ни слова. Вот. А там погибло, погиб весь экипаж, там, говорят, жуткие вещи, там не просто эти самые куски и обшивки разлетелись по всему, по всей Феодосии. И еще как они там не убили никого, потому что там метровые, там буквально эти самые железяки были, вот я видел фотографии, это ужасная совершенно вещь. Но там же черепа разлетелись, там части тела разлетелись, там руки, ноги какие-то разлетелись по всей Феодосии. Никто это ни слова не сказал. Как кто-то там, этот самый, как его там, Аксенов, что ли, да, этот Гавуляйтер Крымский, сказал, что погиб один человек и дальше побило стекла там в шести домах и так далее. Вот все, что он рассказал со своей стороны. Вот. Так что в этом смысле я считаю, что, конечно, на самом деле нет святой территории теперь, и Украина это доказала, и правильно сделала, и все, что такое прямое военное, это просто, ну, дай бог, и чем больше, тем лучше. И чем удачнее получаются Новочеркасски, чем удачнее появляются получаются крейсеры Москва, чем удачнее получаются какие-то склады вооружений, какие-то самолеты, воинские части, тем лучше для Украины. Вот. И, кстати, по этому поводу самое смешное это, если можно вообще смеяться, ну, вообще на войне надо смеяться, потому что иначе просто мы все сойдем с ума, если не смеяться, если не улыбаться, поэтому я пытаюсь все-таки в наших интервью добавлять сарказма и юмора, потому что, на самом деле, еще самое грозное оружие против Путина это смех, потому что Путин на самом деле вот этого абсолютно не выносит, он просто не выносит, потому что он из себя делает такого серьезного, абсолютно диктажа, Вот я не знаю, видели ли вы его новогоднее обращение? У меня это новогоднее обращение, значит, стоит в черном костюме с темно-бордовым галстуком, ну, вернулся к старой картинке, значит, снят в студии, Кремль там где-то у него там на заднике в живье, вот, ну, то есть нет у него, как в прошлом году, значит, не окружил себя тетками из ФСО и мужиками из ФСО, вот, не стал, значит, такую военную картинку делать. Ну, вот его облачение, такое впечатление, что человек на похоронах, на собственных стоит, то есть вот вылез из этого самого, из холодильника от Валерия Дмитриевича Соловья, да, и от генерала СВЭ, значит, припутали его немножко, но он такой вот, по-французски это называется «кокмол», да, вот человек, вот как это, человек в похоронном бюро, похоронный агент, вот Путин абсолютно, вот это обращение похоронного агента, вот, и стоит этот вот кумпол, по которому 3 мая ударило два беспилотника, украинские, не украинские, мы не знаем, но они говорили, что украинские, как бы то ни было, и вот символика какая, значит, 3 мая по этому кумполу Кремля прилетели беспилотники, и Путин на фоне этого купола говорит, да, у нас все нормально, вообще прожили год замечательный, да, там прекрасно, все замечательно, да, купол похинили, да, и дальше говорит, а давайте жить дружно, и вот самое главное, что 24-й год, это год семьи, поэтому вот, и дальше, а вот Путин, знаете, есть вещи, которые вот, вообще я ему не верю никогда, когда он что-нибудь там говорит, вот такое, проникновенное, да, потому что человек, у которого, ну, на самом деле, он может тонко чувствовать, просто он это очень сильно скрывает, он очень сильно боится показать слабым человеком, то есть на самом деле он очень слабый человек, и он очень эмоциональный человек, вот, но он чрезвычайно боится это показать, и поэтому делает из себя вот такую картинку, такого железного дровосека, или Феликса, железного Феликса, вот, и он говорит, значит, год семьи, и этот бобыль, который 10 лет не может жениться на Кабаевой, который 10 лет не может признать этих самых детей, которые у него то ли есть, то ли нету, да, он, значит, россиянам начинает считать мораль, что типа вы должны там вот там про детей, про внуков, замечательно, человек, у которого нет ни одной фотографии фруу семьи, то есть вот вспомните любого президента, там, Зеленского, всех президентов Украины у них наверняка есть какие-то, были какие-то семейные фотографии, да, всех президентов иностранных из нормального государства у них были какие-то семейные фотографии, даже Ким Чен Ын, будете смеяться, у него то сестра там, то еще кто-то, да, то есть у него вот все-то, мы видим, ну, он, правда, своего одного брата своего, значит, убил, где-то там в Индонезии, по-моему, это было, или где-то там на Филиппинах, вот, но тем не менее, у него, даже у него мы знаем, там, семья какая-то есть, а у Путина вообще ни одной фотографии семьи, ни одного видоса вся в кругу семьи, там, самым главным членом семьи, которого когда-то допустили куда-то на видео с Путиным, это была собака, да, значит, кони, который, значит, который он пугал, кстати, ангелу Меркель, бедную несчастную, да, которая боится собак, и он, значит, есть такая замечательная фотография, где она абсолютно тетанизированная, сидит такая вся такая каменная леди, и боится шевельнуться, кстати, замечательная совершенно собака Лабрадора, да, который нежнее, по-моему, только может это быть Ротвеллер, и кто там еще нежнее может быть, вот, и Путин сидит с ухмылочкой на нее смотрит, такой садист, который знает, что она боится, и поэтому, значит, он позвал эту собачку, вот, ну, вот такие поздравления, вы знаете, на самом деле, вот эта картинка, и эта картинка опять вот в прошлое, это опять Россия не вперед, да, потому что Путин на самом деле консерватор, причем он консерватор по, в первичном понимании этого слова, то есть это человек, который буквально говорит, я хочу, чтобы вот мгновение остановилось, чтобы больше земля не крутилась никуда, чтобы время никуда не шло, чтобы мы застыли в каком-нибудь 1980 году, да, в олимпийском году советском, ну, правда, уже вместо Брежнева уже я, Путин, да, вот, и чтобы вся эта наша нынешняя современная Россия не была ни нынешней, ни современной, а катилась вот в обратную сторону, туда, куда-то, вот к Сапарской башне и к этому Кремлю, где нет ни одного человека, это тоже символ, вокруг нет ни одного человека, одни только здания, то есть вот этот Кремль как символ государственной власти, этот Путин как похоронный человек из похоронного бюро, но одновременно, и, кстати, вот человек из похоронного бюро, это вот соответствует Путину, да, потому что, ну, покойник, если он уже умер, то все уже, с ним, ну, чего, его только червяки могут съесть, да, но жизни у него уже никакой не будет, то есть его для Путина, это совершенно четкая философия, да, потому что, вы знаете, просто люди ее не поняли, когда Путин в 2006 году пришел и сказал, в 2006 году, в 2000 году пришел и сказал, что самой большой геокатастрофой 20 века был распад Советского Союза, то для людей, на самом деле, вокруг Путина и внутри Российской Федерации все должно было понятно, что он собирается восстанавливать Советский Союз, то есть для него вот это... ...в прошлое для него было самой большой задачей и самым большим философским посылом, причем дальше, когда мы посмотрели, мы обратили внимание, что он не стал ставить бюсты Андропову, Андропову, хотя немножко поставили, но не стали ставить бюсты Горбачеву, Черненко, там, я не знаю, Брежневу или Хрущеву, а стали ставить бюсты Сталина. И вот когда сегодня, в 23-м году Российская Федерация подошла к ГУЛАГу, к Сталинскому, то люди удивляются и говорят, а как же так, как же такое может быть? А Путин это все заявил, в 2000 году он сказал, я хочу вернуться в Советский Союз Сталинского типа и ГУЛАГу Сталинского типа, и все, и сделал все, чтобы туда вернуться. И самое главное, что он не хочет никакой современной России, он не хочет никакой России, которая подвигалась бы куда-то. Все эти разговоры о том, что мы строим современную страну, это все ерунда. На самом деле он консервирует эту страну, и он пытается вернуться в прошлое. Это какой-то реконструктор в глобальном масштабе. Понятно, что ему неуютно в современном мире, и он хочет оконуть страну в мир диктатуры, автократии. Ты правда, а вот сейчас? Ему самому лично неуютно в мире, самому лично неуютно в мире, в котором он стареет постоянно, каждый год прибавляется ему лишняя морщина и так далее, поэтому отсюда ботокс, отсюда всякие пластические операции и прочее. До того дошло, что люди уже перестали даже его узнавать. И хотя я, откровенно говоря, не очень верю в розыгрыш Валерий Дмитриевич Соловья и генерал СВР со смертью Путина, но я считаю, что это розыгрыш. Это правильный, кстати, розыгрыш, потому что он десакрализировал Путина. Он десакрализировал этого человека. Ведь когда Володин говорил, Россия – это Путин, Путин – это Россия. Значит, нет Путина, нет России. И когда генерал СВР и Валерий Дмитриевич Соловей 26 октября объявили о том, что Путин умер, это значит, что умерла Россия. То есть практически они поставили путинский режим перед фактом того, что теперь ему надо оправдываться. И в этом смысле они добились своего, потому что Песков три раза оправдывался, что у Путина нет двойников. У Путина даже на линии 14 декабря ему даже сделали двойника. Это, кстати, был идиотизм. Потому что если уж они хотели бы посеять еще большие сомнения, что двойники есть, то они вот этим и добились. Они просто показали, как реально это можно сделать. А с Новым годом страну поздравлял двойник, по вашим наблюдениям? Нет. Вы на орбите посмотрели, да? На орбите посмотрели. Да, я посмотрел на орбите, на Дальний Восток. Нет, с моей точки зрения поздравлял тот самый Путин, который в последнее время все время вертелся. Правда, он в этот раз не кашлял. Я не знаю, что там медом смазали. Но там всего 2-3 минуты это поздравление. Там очень... Записать? Да, это записать возможно так, чтобы и без кашляния. То есть вообще я не верю, что Путин лежит в холодильнике. Я верю, что Путин это тот же самый, который был. И уж если уж он когда-то умер, то он умер не сейчас, а он умер тогда до 2012 года. Потому что там есть версия, что Путин, когда вернулся в 2012 году, было очень странно. Кстати, Ростислав Мурзагулов эту версию рассказывает со ссылкой на очень большого какого-то кремлевского чиновника, который говорил, что вообще-то никто не узнавал вообще. И там вот этот Василич... Ну, тогда не Василич, там его Михалыч называли. Михаил Иванович его называли. По бриллиантовой руке. Значит, шеф Михаил Иванович. Да, вам привет от шефа Михаил Иванович. Вот, значит, Папанов сам это все делал, нам рассказывал. Вот, ну вот такой вот Путин, он очень боится смерти, он очень боится старения, он молодится постоянно. Но ведь, видите, он же вынужден был согласиться с тем, что против времени ничего не поделаешь. Потому что когда вы его в последний раз видели с голым торсом? Это было Шойгу в 2019 году, по-моему, да, или в 2018 году. Что-то в этом роде, когда они там в Тайгу, Шойгу, значит, и народ тогда смеялся, потому что, значит, духи такие хотели ввести запах Шойги. И, значит, они там оба сидят с голыми грудями. Вот, и народ издевался, кстати, вот сейчас, когда мемы снова всплыли, когда была эта голая вечеринка, вот, а все их ищели говорили, что на самом деле эту голую вечеринку разогнали не потому, что они все голые, а потому что они Путина Шойгу не позвали, потому что у нас главные инзибиционисты, главные люди, которые постоянно раздеваются на людях, это Путин и Шойгу. Значит, два такая парочка. Ну, кстати, Медведев еще до этого тоже там любил тоже с Путином пораздеваться где-то и походить в паре. Вот, так что вот такие дела. А зачем раздеваться вот на фотосессиях? Вы никогда не задумывались? Возможно, вам уже много раз задавали эти вопросы. В чем смысл был вот этих вот полу-нюфотосессий? Ну, во-первых, это просто нравилось Путину, потому что он считал, что у него вполне себе солидное тело, которое можно продемонстрировать. То есть в этом смысле он убежден, что у него красивое тело. Вот. Ну, дальше на вкус и цвет товарищей нет. Так сказать, да, это там можно поспорить. Значит, где у него там немножко живота, где у него слишком много там чего-то. Вот. Ну и плюс, вы знаете, я так думаю, что на самом деле это у него давнишняя история. Это история из детства, потому что человек, который занимается борьбой, он, в общем, целыми днями раздевался-одевался, потому что в раздевалке приходишь, раздеваешься, переодеваешься, потом идешь на татами, борешься, потом душ голышом, потом опять одеваешься, и он целыми днями демонстрировал, значит, в мальчишеском комитете, в мальчишеском составе какое-то свое голое тело. Я так думаю, что, в принципе, ему нравится свое голое тело. Вот. Ему нравится раздеваться, демонстрировать это дело. У него, кстати, такие вот раздевалки были. Обратите внимание, есть несколько фотографий, мало фотографий из Германии, из Дрездена, но есть фотографии, где он тоже там полуголый, с голым торсом лежит, по-моему, с детьми, где-то там его эти маленькие дочки, значит, тоже там, то есть вот это и это, получается, что ему просто это нравится. Нашел бы стриптизера, чего президент это потом? Так, кстати, в этом смысле, заметите ли, в его этом Геленджинском дворце средствизерская комната, с шестом, где вот явно совершенно, ну, то есть понятно, и все, кстати, говорили, потому что там вот Кабаева это любит, гимнастка там и так далее. А я не исключу, что там просто сам Путин, наверное, шести любит с голым торсом. Или Шойгу отчитывался об успехах. Или Шойгу, да. Министерство обороны. Хорошо, тогда вопрос, а что же ему так не понравилось на голой этой вечеринке? Потому что, не помню, по-моему, «Москов Таймс», да, написали о том, что по их данным Путин рассверепел и чуть ли не лично дал приказ мочить Киркорова, Ивлееву и всех организаторов и участников этой голой вечеринки. Ну, я не знаю, какие там у них были источники, потому что, по-моему, Путину абсолютно пофигу. И я считаю, что наоборот, Путин с большим удовольствием посмотрел на все эти фотографии. И уж кому, если свирепеть, то скорее Патрушеву, чем Путину. Потому что мне кажется, что вот еще больше консерватор такой в отношении какого-то голого тела, развратного образа жизни – это Патрушев. Потому что Путин, кстати, очень любил по всяким стриптиз-клубам ходить в Санкт-Петербурге. И у него это довольно регулярно было, когда он работал в Санкт-Петербурге. И вплоть до первых лет его президентства, где-то там, я уж не помню сейчас название, но наши зрители могут прогуглить. И были публикации, я не знаю, в Санкт-Петербурге, что вот Путин ходил в какой-то стриптиз-клуб. Так что в этом смысле я не думаю, что это Путин конкретно давал отмашку. Просто эта отмашка была, знаете, мне кажется, что вот это больше Патрушев, то есть это больше какие-то стартерские круги, которые вот совсем такие консервативные. Путин консерватор в том смысле, что он не любит, чтобы время разлагало человека. То есть он хочет законсервировать время. А Патрушев хочет законсервировать идеологию. И вот мне кажется, что уж если вот откуда-то и громы, и молнии метались, то скорее со стороны Патрушева. А ребята просто не сообразили, что их могут развести в любой момент, потому что ситуация-то меняется. Значит, тут война. Они не сообразили, что 8 декабря, когда Путин объявлял свою кандидатуру, он опять обставил себя военными. То есть он сказал, что ближайшие 6 лет, то есть вот символика, вспомните, прошлогоднее обращение к народу Путин на фоне военных, и мы весь этот год жили войной, и все, и такие дела. Сейчас ему, наверное, кто-то сказал, скорее всего, там какой-нибудь Кириенко, что, в общем, тема войны не самая хорошая тема, поэтому в этом обращении хоть и было, но довольно мало. И самое главное, он один в качестве такого похоронного агента. То есть никакой армии, никаких военных нет. Но вот когда он объявлялся в свою кандидатуру, опять были военные. Вообще эта история, согласитесь, Сергей, вот эта показательная травля, она очень знаковая, как мне кажется, и неспроста она затеяна, и она вкладывается вот в тот процесс реконструкции, которую затеял Путин и его комариде, который мы уже с вами говорили, что они толкают страну к системе ГУЛАГа. Смотрите, большая часть россиян, она же до сих пор думает о том, что пройдет между каплями, она может заниматься бизнесом, закрывать глаза на войну, да. Все как-то рассосется, а сейчас до них уже, по крайней мере, должно доходить, что не рассосется, в ракушке они не спрячутся, и скоро дружными стройными шагами будут ходить по указанным маршрутам. Как вам кажется, правильно я трактую то, что сейчас происходит, с этой травлей этих звезд? Да, абсолютно правильно трактуете, причем, на самом деле, вот это Путин, кстати, никогда не скрывал. То есть, есть какие-то вещи, которые такие идеологические, хотя у него идеологии мало, но я бы сказал так, не то, что идеологические установки, а вот просто такие центральные установки путинские. Это вот типа речи в 2007 году в Мюнхене, когда Путин сказал, что Запад плохой, а вот я хороший. Вы меня не любите, ну тогда я вам покажу Кузькину мать. Вот в этом смысле у Путина все правильно. И я, конечно, сразу в 2000 году, даже в 1999 году, как только вы назначили премьер-министром, я про него все знал, я сразу все понял, и сделал оттуда ноги в 2001 году. Для тех, кто не понял, как я, или не знал Путина, как я, Путин сам сказал, что я буду восстанавливать ГУЛАГ и буду восстанавливать САВОГ. Люди не поняли. Причем Путин им, на самом деле, вот вы знаете, у меня такая родилась такая картинка. Путин ведь не скрывает в том смысле, что он играет в прятки, но вот как дети играют в пятки. А дети как играют в прятки? Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. И вот Путин, вот у него абсолютно вся история, 24-летняя, абсолютно такая. Границы все были открыты. То есть кто умненький, все сбежали, все уехали. У кого были деньги, все уехали. У кого была голова на плечах, все своих детей вывезли, купили недвижимость где угодно. У кого есть деньги в Америке, у кого есть поменьше в Европе, у кого совсем поменьше в Восточной Европе, там, я не знаю, в Турции, где угодно. Но можно было уехать, границы всегда были открыты. И дальше, вот даже тогда, когда он начинал, в 2014 году аннексия Крыма, то есть на самом деле отказ от ялтинского-подсдамского мира передел практически мира. И ведь тогда еще можно было еще что-то делать. И в этом смысле, кстати, вы знаете, это касается не только людей, но казалось и стран. Потому что, строго говоря, он Украину-то предупреждал, потому что в Украину он просто к вам приехал в 2004 году и сказал, что вот у меня тут есть наместник Янукович, вот выбирайте украинца Януковича, и так сказать, и все. А когда украинцы устроили третий тур, и Майдан, и третий тур, значит, в 2005 году, Путин очень сильно обозлился. И вот мне, кстати, понятно стало тогда уже, в 2005 году, что он Украине обязательно отомстит. Обязательно отомстит. Точно так же, как он отомстил Грузии, потому что и Грузия, которая сказала, что мы хотим в ЕС, и мы хотим в НАТО, и, значит, Путин... Но Путин тогда еще был подворотным Путиным. Он тогда не хотел брать на себя ответственность, потому что он не хотел становиться нерукопожатым человеком, и поэтому он сделал очень подлую вещь. Он посадил Медведева вместо себя, и Медведев устроил эту войну. А Путин говорил, а я тут ни при чем. Вот посмотрите, даже как они разыграли замечательно. Путин был на Олимпиаде 8 августа 2008 года в Пекине на открытии, а Медведев прямо вот в этот момент начинал войну. И Путин потом оправдывался, он говорил, что а я-то к этому никакого отношения не имею. Он президент, а я вот премьер-министр, я вообще представлял страну на Олимпиаде, я вообще там провел эти две недели за спортивными соревнованиями. То есть с меня взятки гладкие. Вот в этом смысле он абсолютно подлый человек. Он никогда не берет на себя ответственность. Но у него это закончилось в 2020 году. В 2020 году он изменил сам Конституцию под себя. И это был первый раз, когда он взял на себя ответственность. В 2023 году, уходящем или ушедшем, в зависимости от того, кто когда будет смотреть нашу эту передачу, Путин первый раз сознался, что он финансировал Вагнера и что это было из госбюджета, организацию, которая не существует юридически. То есть сознался в уголовном преступлении по уголовному кодусу Российской Федерации и взял впервые на себя вину. Но в остальном все-таки за войну полномасштабную с Украиной он так и до сих пор вину на себя не берет, потому что он говорит, что на нас напали, а мы типа защищаемся. Вот у нас такая вот это... Ну, понятно, что это абсолютный дурдом. Это Кащенко, это Белые Столбы, это, я не знаю, такая тубовая психиатрия. Но тем не менее он говорит, что мы все время защищаемся. И, кстати, здесь в своем новом обращении к российскому народу на 2024 год он опять кое-какие вещи такие повторил, что Россия защищается. И на стороне добра, он говорит о каком-то добре, стерли с лица земли Мариуполь для того, чтобы какое-то там добро принести в Украину. Убили, кстати, огромное количество русскоязычных украинцев на территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херцовских областей для того, чтобы им показать, как он их сильно любит. То есть в этом смысле, конечно, это абсолютный дурдом. Ну, а он не забыл сказать о том, что 350 тысяч граждан Российской Федерации он стер за последние 20 месяцев войны? Вряд ли он упомянул, конечно. Ну, смотрите, вот здесь тоже, вот с этими потерями российскими мы в начале войны ждали, что пойдут первые похоронки, и Россия восстанет. Мы поняли, что не восстает. Но тут у Путина, мне кажется, наврисовывается проблема. 350 тысяч убитыми. И, кстати, вот как в прошлом году, да, начало года, мясные штурмы Бахмута, так конец года, мясные штурмы Авдеевки. То есть в подходе к человеческим жизням их никто не жалеет, ничего не меняется. Но первая волна – это были контрактники и кадровые части, которые погибали. Ну, казалось бы, да, военные, они и погибают. Вторая волна таких больших потерь – это были вагнеровцы из тюрьмы, мобилизованные в основном. Этих вообще никому не жалко. Но сейчас основные потери – это мобилизованные из регионов Российской Федерации. Как вы думаете, тут уже количество убитых будет играть роль для Путина? Я думаю, что для Путина вообще никакой роли это не играет. Абсолютно не играет для Путина никакой роли. И в этом смысле, вот, кстати, Залужный сказал о том, что это его была главная ошибка, потому что он считал, что после какого-то уровня потея Российская Федерация опомнится и пойдет на попятную. И это было для него удивление, что для Российской Федерации такое впечатление, что, наоборот, чем больше она теряет, тем ей лучше. Но я вам скажу, что это больше и гораздо большая ошибка была для Запада. Потому что я вот помню, я живу на Западе и участвовал в информационных кампаниях во время этой войны. И я помню, как вот в апреле месяца 22-го года, когда приблизились к цифре 15 тысяч потерь за буквально там 2,5 месяца, и все мы сравнивали с афганской войной, 10 лет афганской войны, официальная цифра 15 тысяч потерь, хотя на самом деле там все гораздо больше было, но официальная цифра 15 тысяч, и все говорили, вот, это, значит, там чуть ли не самая главная причина, по которой развалился Советский Союз. И то есть Российская Федерация тоже не выдержит это дело. Да, потом, когда уже к концу года цифра была в 10 раз больше, чем в Афганистане, не чувствовалось никакой усталости. Чувствовалось боязнь, потому что тогда Украина начала отвоевывать свои какие-то территории, там вот Харьков, Херсон, в сентябре, в начале октября. И тогда Российская Федерация, по-моему, просто боялась, что это продолжится дальше, если вам дадут оружие. Но вам, к сожалению, не дали оружие, чтобы это дело продолжить. А потом они настроили укрепление, и все это дело накрылось медным тазом. Хотя, кстати, вот если говорить про 2023 год, то я все время вспоминаю, и все время буду повторять на всех подведениях итогов. Главный итог – это то, что Украина выстояла. Выстояла целый год, новый год. И она, кстати, не потеряла глобально, она не потеряла ничего из своей земли, наоборот, она даже отвоевала. Да, там понятно, что произошел размен некий, потому что, значит, на севере фронта, там, в Луганской и Донецкой областях чуть-чуть россияне продвинулись на запад, но зато южнее, значит, в Запорожской и Херсонских областей Украина отыграла свои, особенно в Запорожской области, отыграла свои территории. И глобально у Украины есть прирост в своих территориях. То есть она там есть, ну, называют там 17 населенных пунктов, и говорят там где-то там 200 или 300 квадратных километров примерно Украина отвоевала своих территорий. Другое дело, конечно, было ожидание, что будет так, как в Херсонии и в Харькове в прошлом году, то есть в 22-м году, в предыдущем году. Вот этого не состоялось. Но на самом деле все время надо подчеркивать, что Украина выстояла еще огромный, сложный год против огромной державы, которая перевела свою экономику на военные рельсы, которая закупила огромное количество вооружений в Иране, в Северной Корее, где только не закупила. И тем не менее Украина выстояла. И это на самом деле очень большое достижение. Это огромное достижение. Люди недооценивают это дело, потому что было так много ожидания психологического от контрнаступления, что, скажем так, не такое удачное контрнаступление выдают, как чуть не поражение Украине. Никакого поражения нет у Украины. Больше того, если посмотреть на Черном море, то Украина, наоборот, практически пятую часть российского флота уничтожила за прошлый год. То есть практически вся западная половина Черного моря освобождена от присутствия российского флота. И Украина вернулась в судоходство, в нормальное, без всякого ООН и без всякой Турции, без всякой зерновой сделки, потому что ей удалось перевезти практически такой же объем грузов, как в 1922 году, самостоятельно, с поддержкой Румынии, с поддержкой Болгарии, с поддержкой Турции, но без всякой помпы, без всяких переговоров сложных каких-то, я не знаю, с генсеком ООН и прочее. Так что в этом смысле Украина огромная, есть огромные победы в 1923 году. Плюс даже, вот мы можем вспомнить, все эти удары по российской территории, которых раньше было мало, а в 1923 году было много, и они были символичные, вплоть до Кремля, там, я не знаю, почти там, чуть не подачи Путина в Новогорёв. Да, и надо же всегда вспоминать о том, что благодаря чему выстояла Российская Федерация, ну, если исключить там помощь таких же дитакторских режимов военную, да, трупами, они выстоялись, гор трупов, гор трупов. Давайте у наших зрителей спросим, социологии в России нет, давайте наших зрителей попросим, нас очень активно смотрит Российская Федерация, судя по анализу, который предоставляет YouTube, почувствовали ли вы, войну на качестве своей жизни, есть ли у вас знакомые, есть ли в ваших семьях, в семьях ваших знакомых погибшие на этой войне, мобилизованные, если у вас есть те, кто служат, пришли убивать, грубо говоря, на территорию Российской Федерации, верите ли вы, что они вернутся, и понимаете ли вы, что Кремлю нет никакого дела до их жизней, напишите нам, пожалуйста, мы внимательно это прочтем, напоминаю, что мы просим Сергея вас активнее участвовать в создании нашей программы, для того, чтобы вам было впоследствии ее интереснее смотреть. Сергей, в одном из интервью вы мне сказали, если я не ошибаюсь, кажется, это были вы, что тщетно надеяться на то, что в Российской Федерации победит холодильник, потому что у россиян этого холодильника давным-давно уже нет, имеется в виду качество их жизни, да, и мне пришла мысль, а если у народа отберут водку, если я говорил, то говорил не так, как вы сказали, и не в таком контексте, потому что я все время... Извините, Ольга Курносова мне это говорила, в том контексте, что не физически холодильника нет, а не так много в том холодильнике и было, привыкли они жить. Нет, я не соглашусь с этим делом, потому что как раз я все время сравниваю телевизор против холодильника, я говорю, что телевизор может проиграть тогда, когда пустеет холодильник. Но холодильник должен не просто опустить. То есть это не чисто вкусовые вещи, что типа у вас раньше стояло там три сорта колбасы или сыра, а теперь у вас там два или один сорт колбасы или сыра. Холодильник должен просто пустой. Вы не помните это, конечно, вы слишком молодой человек. В Советском Союзе в 90-91 году вы заходили в магазин, а там стояли только какие-то консервы, которые совсем были несъедобными, а все остальное просто были пустые полки. Просто пустые полки. Вообще ничего. То есть вот и в холодильнике если не пользоваться какими-то заказами, вот даже я тогда был служил во внешней разведке, у нас каждую неделю нам давали продуктовый заказ на работе, потому что если его не давать, то просто зубы на полку класть можно было. Ну а с 89-го года я просто занимался уже работой с иностранцами, и по этому поводу уже ходила валюта. Я просто все покупал себе на валюту, у меня было все, что угодно в этом смысле. Но вот только в этом смысле я считаю, что холодильник может сработать, когда он вообще пустой. А вот если он наполовину полный, то это не сработает, с одной стороны. И с другой стороны, вы знаете, вот про социологию вы заговорили, и вы спросили наших зрителей. И я все-таки считаю, что сейчас у меня ощущение, да, вот из ДЛК, но, и, кстати, мне иногда говорят, ну, что он там может знать, он живет в Париже, там 20 лет уже из России уехал, больше там 20, скоро 3 года будет. Вот что он может знать про Российскую Федерацию. И действительно, я ничего не могу знать про Российскую Федерацию нынешнюю. Но у меня есть ощущение, потому что есть такая поговорка, большое видится на расстоянии. То есть вот наоборот, люди как раз, которые живут внутри Российской Федерации, они могут очень многого не ощущать, потому что они живут внутри процесса. А я смотрю на этот процесс извне, и поэтому мне какие-то вещи заметнее, чем им самим. Вот. И это, кстати, даже такой научный способ, потому что систему никогда нельзя познать изнутри. Чтобы понять систему вообще в ее глобалитете, нужно находиться вне этой системы, и тогда только вы можете ее описать. Если вы внутри системы, вы себя ощущаете просто шестеренкой, и вы видите свое собственное место, и ничего больше. Вот. У меня ощущение, что все-таки россияне не хотят видеть эту войну. Она им неприятна. И еще я, кстати, добавлю к тому, кем Путин расплачивался, чьими трупами Путин расплачивался за свое продвижение или за оборону стратегическую, так сказать. Это были еще добровольцы. То есть были трехнутые всякие вот типа Гиркиных, типа Дугиных. Но Гиркины и Дугины – это умные трехнутые, потому что они сидят в тылу и критикуют тех, кто неправильно борется. А были трехнутые люди, которые просто ехали, значит, на фронт в Донбасс, начиная с 2014 года, и там их утилизировали. И вот их, кстати, утилизировали еще быстрее всех. Вот. А остальным просто, на самом деле, пофигу все это дело. Да, потому что, ну, что, бабки за Путина, они что, пойдут воевать, что ли? Калашники? Они калашников в руки не возьмут. И, кстати, в этом смысле Российская Федерация – ужасная совершенно страна, где старперы ради своей идеологии бросают в топ свою молодежь и убивают, собственно говоря, будущее своей страны. Потому что они старперы, и понятно, что у них уже жизнь закончилась, и они готовы отдать своих внуков и детей, лишь бы, значит, получить удовольствие от того, осознание своего имперского величия и так далее. То есть, на самом деле, это абсолютно идиотизм, абсолютно идиотизм, но вот Путин еще и в этом смысле. То есть, Путин – это еще поклонение смерти, поклонение, то есть, поклонение баблу, с одной стороны, и поклонение смерти. То есть, это люди, которые живут в прошлом, ну, которые любят жить, так сказать, прилично себе, значит, им все-таки приятно получить белую ладу вместо трупа, значит, собственного там сына, внука, брата и кого-то еще-то. Но, на самом деле, они живут не в будущем, они все живут там в прошлом, Сталин у них какой-то, там Николай Второй, там еще что-то, все, они все, значит, дискутируют про империю, про Советский Союз, вот, вместо того, чтобы строить просто страну, которая будет в будущее, чтобы думать о том, какое будущее будет у их внуков и детей, вот, но их не затрагивает это дело, потому что они не видят это, и даже когда приходят эти трупы, они отключают сознание, то есть сознание не фиксирует приход этих трупов, с одной стороны, а с другой стороны, статистически, вы знаете, вот, очень просто это я объяснял, вот тогда, когда были круглые цифры, когда была цифра 15 тысяч, это был один труп на 10 тысяч, и для того, чтобы понять, как это ощущается, вот, представьте себе город, маленький город, ну, средний городишко, 10 тысяч, и вот туда привезли один труп, заметит это город? Не заметит абсолютно, да, потому что у него каждый день там 10 стариков умирает, то есть у него больше этих старческих трупов каждый день, чем этот один труп, который привезли с войны. Когда было убито 150 тысяч, то есть на 150 миллионов, 150 тысяч, это один на тысячу, то есть это один промит, а это значит село, тысячи человек, и туда привезли один труп. Ну, станет это эпохальным событием для села, если там привезут на тысячу человек один труп? Да не станет, потому что, опять же, поножопщина, опять же, там перепили, опять же, у кого-то там онкология, у кого-то там сердечный приступ, и там в десятки трупов в деревне этот один труп тоже затеряется. И даже когда 300 тысяч, это всего два промилля, то есть это два трупа на тысячу человек. Понимаете, и в этом смысле я думаю, что Российская Федерация не ощущает на самом деле вот этого. Она может ощущить немножко другое. Она может ощутить коллег. Вот когда безглазые, однорукие, безногие начнут ходить по улицам, потому что вот это, кстати, было в Советском Союзе после Второй мировой войны. Потому что вы знаете, что была даже политика, что вот этих искалеченных людей не пускали в столицу, не пускали в Москву, не пускали в Санкт-Петербург, потому что не хотели, чтобы вот эти коллеги военные ходили своими культями там, значит, и мельтешили на глазах у людей. И, а сейчас это еще проще делать, потому что сейчас процессы все-таки лучше, чем в советское время. Хотя мы понимаем, что какие-то дети делают деревянные костыли, но это все-таки делают со всех бедных из каких-то деревень. И даже если в эти деревни и приходят эти трупы, кстати, в деревнях это значительно больше, потому что из деревень могут забрать сразу 10 человек и 10 трупов вам вернуть обратно. Или забрать 50 человек и 50 трупов вам вернуть. Но эта же деревня у черта на рогах где-то там в Сибири, и несмотря на то, что интернет есть, кому охота копаться в этих трупах, кому охота смотреть эти фотографии, разглядывать трупы. И по этому поводу мне кажется, что Российская Федерация не ощущает всего, всей тяжести войны, и даже если она догадывается, что она есть, она не хочет на нее смотреть, и предпочитает, кстати, вот отсюда может быть даже эта голая вечеринка. Это тоже пир во время чумы. То есть чтобы не думать о том, что идет война, и что где-то кого-то там уничтожают, мы лучше разденемся, нанюхаемся кокаина, и будем пить шампанское. Или водки. Ну, я о водке, кстати, не просто так спросил. Мы недавно обсуждали, как повлияет яичный кризис, подорожание мяса птицы на настроение россиян. Единственный бунт, вот вы вспомнили о голодных 90-х и дефицитных 80-х, а я вам напомню, что один из немногих бунтов настоящих, если не единственный, был в 85-м году, еще во времена СССР, когда и голову боялись высунуть, не из-за яиц, и не из-за подорожания хлеба, из-за того, что водка исчезла в городе Свердловске. И местные пьянчужки, они подняли на ноги весь Свердловск, они громили магазины, и власти пришлось срочно изыскивать резервы в других областях, чтобы погасить этой водкой этот конфликт. В этом смысле я с вами согласен, потому что я вам добавлю еще несколько элементов из этого дела. Андропов, который был председателем КГБ больше 15 лет, когда стал генеральным секретарем, он сделал водку Андроповка, которая была барматуха, но которая была на 50 копеек дешевле, чем что-то такое обычное к тем временам, потому что тогда уже не было водки за 3,62, тогда уже водка была чуть не 5 рублей, и он сделал ее за 4 с хвостиком. То есть подорожение было совершенно минимальное, но это прошло на ура, и вот это Андропов как председатель КГБ понимал, что достаточно на 50 копеек понизить цену водки, и ты станешь кумиром в этой стране, где две трети натерения не вылезают из беспробудного пьянства, с одной стороны. А Горбачев в этом смысле был полным идиотом, потому что он устроил сухой закон, он стал вырубать виноградники. Понятно, что пьянь не пила сухое вино никогда в жизни, потому что пьянь либо пила пиво с высоким градусом содержанием алкоголя, либо барматуху какую-то, типа Портвейн, Кавказ и так далее. То есть какие-то тяжелые вина, сваренные с градусом типа 20, около 20 градусов. Потому что для них, кстати, водка была дорогим слишком продуктом. Это слишком дорого. пьянь, я обратил внимание даже во Франции. Вы знаете, у нас алкоголики, они не покупают никакие здесь ни виски никакой, ни кальвадос никакой, ни мах де Боргань. Это все они не пьют. Они пьют пиво с содержанием алкоголя 8 градусов или 9 градусов, тяжелое такое. Или такую красную барматуху какую-то. Это в основном пьянь. Поэтому насчет цены водки здесь можно поспорить. Потому что является ли водка на самом деле самопотребляемым алкогольным напитком в Российской Федерации. С другой стороны, Российская Федерация это единственная страна, где незнакомые люди могут собраться втроем для того, чтобы купить бутылку водки. Потому что когда я это рассказываю французам, они просто балдеют, они просто не верят мне, что такое может быть. Потому что они могут все... Российской я в России не был уже 23 года, поэтому я не знаю, есть ли это дело до сих пор. Но почему бы нет? Вы знаете, мне кажется, вообще ГУР украинскому стоит задуматься, что можно ведь насильно протрезвить немножко российский народ, если внимательнее присмотреться к ликеровоточным заводам, к спиртовым заводам, к производству барматухи. Протрезвим народ быстрее. Вот это, кстати, законная военная цель. Это примерно ударить по виногодочному заводу, это может быть даже лучше, чем по танковому заводу. Или примерно то же самое, или лучше, чем по нефтезаправке. Да, и пусть потом страдают и расхлебывают. Так, хорошо, ну вот поступают сигналы из Кремля, что как этот танкер, скажите мне, Южно- Северо-Черноморск? Я забыл название. Чего? Танкер чего? Подбитый недавно в Крыму российский... А, нет, не танкер, а большой десантный корабль Новочеркасска. Очень легко заполнить. Новочеркасский расстрел, кстати, это был расстрел в Советском Союзе, когда тоже подняли бунт рабочие из-за голодухи, потому что там у них чего-то там не хватало еды в холодильниках. И это был знаменитый расстрел, который скрывал Советский Союз, и который стал известен в Горбачевскую перестройку для большинства людей о том, что Советский Союз, кстати, тогда расстрелял своих собственных рабочих. Наверняка не в первый раз, и не в последний, так это точно. Так, говорят, ходят слухи в сети, что Путин в бешенстве. По этому поводу бешенство ему добавили наверняка и дроны Белгородской области, как это бьет по нему и по его окружению. Потому что некоторые эксперты уже поспешили с выводами о том, что власть Путина зашаталась, потому что он не гарант безопасности своих граждан. Можно подумать, он когда-то им был, этим гарантом, вспоминая и Брянский сахар, вспоминая события в Грозном, что только можно не вспомнить, примеров много, когда Путин истреблял собственное население ради своей политической выгоды. Вам как кажется? Не Брянский, а Рязанский сахар. Рязанский сахар. Да, действительно, я с вами согласен, что он на самом деле никогда ничего не обеспечил, никакой гарантии. И, кстати, удар по Крымскому мосту не стал для него жутким совершенно ударом, но он тогда устроил истерику, и тогда это ему позволило изменить состав командования. Он поставил Суровикина, который одновременно был командиром военно-космических войск, и с 10 октября по вам стали удары ракетные наноситься по Украине в течение четырех месяцев каждую неделю, понедельник, вторник, среда, потом небольшой перерыв, потом понедельник, вторник, среда и так далее и тому подобное. То есть на самом деле для него такая символика имеет значение. И, конечно, Новочеркасск, это был для него огромный удар, потому что это был очень красивый удар, он попал в сеть, там, кстати, вспышка такая еще, она похожа чуть не на тактическое ядерное оружие, потому что огненный шар такой, очень похожий на ядерный, восходит в небеса. И, конечно, ответ вот такой очень крупный совпал, потому что они к нему готовились, потому что Путин символист, Путин садист, и он знает совершенно, что всегда надо бить во время праздника, он знает, что Рождество, Новый год, это семейные праздники, это теплые праздники, это теплые, в смысле, по атмосфере, но во время зимы, то есть холодного времени года, и в прошлом году он держал вас без света и без отопления с ноября месяца и, там, включая по январь, и, конечно, он готовился к этому делу, но уничтожение сначала самолетов боевых, а потом этого самого боевого десантного корабля стало отмашкой, и они, конечно, в ответ, то есть вот самая большая ракетная атака 160 носителей, которые обрушились на Украину, это, конечно, ответ за Новочеркасск, потому что, действительно, Путин был зол, и все вокруг него были злы. После 160 ракет на праздники, как вы думаете, поутихнут все эти призывы к переговорам, все эти хорошие русские, которые сейчас активно в своих блогах чуть ли не рекомендуют Украине садиться за стол переговоров с Россией и уверяют нас, что Запад устал от войны и верит Путину, действительно, что он готов к мирному какому-то плану. Путин перечерпнулся. Есть люди, которые, несмотря ни на что, будут всегда говорить про это дело, но, конечно, поутихнут, потому что есть, с моей точки зрения, есть две очень значимые вещи, которые произошли сразу после этого. Во-первых, это месса накануне Нового года Папы Римского, воскресные мессы 31 декабря, где он призывал молиться за украинский народ, который является жертвой агрессии. И вот это тот самый Папа, который говорил, да надо там, вот давайте за мир во всем мире, за мир, жвачка, дружба и так далее. И в этом смысле он, кстати, не сказал ни слова про русский народ, но он сказал про израильский и одновременно палестинский народ. Вот здесь, значит, было такое, потом, ну, палестинский, он не сказал Хамас, он сказал палестинский народ, но после израильского, израильский и палестинский народ, и в этом смысле здесь все политически было соблюдено. Он не сказал, кстати, за украинский и русский народ, он сказал украинский народ, надо молиться, да, это вот очень, очень важная вещь, которая, по-моему, была как раз ответом Папа Римского на эту бомбардировку с одной стороны. И дальше есть еще очень важный элемент, я понимаю, что это не самый приятный предмет разговора на украинских каналах, но вы будете смеяться, но Алексей Аристович поменял полностью сексуальную ориентацию политическую, и он сказал, что все, с Россией теперь нельзя уже больше договариваться. Он отыграл в обратную, да, вот я его слушал сегодня интервью, его, и он сказал, что вот все, вот после этого, вот теперь все, теперь мы обратно должны воевать только, и теперь может быть только война с Российской Федерацией. Так что, вот видите... Сидница не отругала его в прямом эфире, а не прокляла? Нет, это было не с Латыниной, это было не с Латыниной, это было кому-то, это было с Василием Головановым интервью он давал, вот, но тем не менее, это, мне кажется, это символическая вещь, да, потому что действительно, в общем, сомнения вызывали очень многие его высказывания за последние два месяца, вот, не будем, так сказать, разбирать их, потому что 10 уже раз, миллион раз украинские эксперты разбирали это дело. Я очень не люблю, кстати, вмешиваться ни в какие политические дела внутри Украины, потому что я считаю, что это не моя роль, я эксперт по Российской Федерации, специалист по Советскому Союзу, и я живу во Франции, поэтому не мое собачье дело указывать украинцам, только, вот даже когда мы с вами обсуждали вопрос, значит, там, кого бомбить, кого не бомбить, я вам рассказывал не в смысле, так сказать, чтения вам морали, а то, как это воспринимается на Западе, то есть я вам давал просто картинку отсюда, из Парижа, да, или там, из Лондона, или из Нью-Йорка, как это будет восприниматься, только в этом смысле, вот, вот такая штука есть, то есть, конечно, есть, по-моему, ощущение, что Российская Федерация в очередной раз совершила воинское преступление, в очередной раз доказала, что она является недоговороспособной, хотя для экспертизы такой, геополитической, нам даже не нужно было этого всего, потому что Путин просто 14 декабря сказал, что в Украине не будет мира до тех пор, пока не будут достигнуты все цели военной операции, моей путинской военной операции, а потом Песков это еще и перевел для тех, кто еще не понял, что на самом деле Путин не идет, не пойдет ни на какие переговоры, и 8 декабря, когда Путин окружил себя военными и сказал, что я иду на выборы, он сказал, что в ближайшие 6 лет в России задается пятилетка или шестилетка войны. Ну, надо всегда понимать, что это произносит, артикулирует человек, который не факт, что даже доживет до своих выборов, потому что все очень шатко, и такой же прогноз вы даете тоже, в том числе. Да, да, конечно, это я всегда, кстати, говорю, и, кстати, не только в отношении его, я, кстати, говорю, и его так же. Потому что многие начинают пугаться, еще достаточно все равно тех людей, которые есть полезные, да, такие как Арестович и его подруга, которые начинают сразу же выпячивать глаза и кричать, ой, 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 не злите Путина. А есть просто люди, которые напуганы, действительно, они верят, что Россия еще на что-то способна, забывая о том, что за 20 месяцев войны они, в общем-то, по сути, планов... Люди напуганы, на самом деле, вот на Западе, это мы с вами уже обсуждали многократно, но все-таки я повторюсь, люди все-таки напуганы, что вот если Путина загнать, так сказать, к стенке, то у него же все-таки есть 45% ядерного потенциала мирового, то есть люди не исключают такую вероятность, что в ответ на что-то, и в частности, в ответ, например, на изгон российских войск с территории Украины, Путин может сказать, ах, не доставаешь же ты никому тогда, да, значит, вот вы меня победили, но я вам, я не соглашусь никогда с проигрышем, и поэтому я достану свой главный козырь, ядерный козырь, и вам бабахну чем-нибудь другим. Но ручонка до кнопочки может и не дотянуться. Последний вопрос. Путин входит в 24-й год с какими позициями? Насколько этот год будет годом высокой турбулентности для него? Риски для жизни? Я все это, вот все это имею в виду. Значит, самая главная опасность для нас в том, что Путин входит в 24-й год с сознанием собственным, что у него все хорошо. И вот это мы увидели за последние два месяца, потому что вот все последние выступления Путина, это он такой, весь такой, как огурчик, весь светится, у него все замечательно, у него все в шоколаде, в экономике никаких проблем, военная промышленность работает, и так далее, и тому подобное, и вот он даже съездил в Арабские Эмираты, и вот он съездил в Китай, и вот он съездил в Саудовскую Аравию, и все будет замечательно. А вот это очень плохо, потому что у него есть ощущение какого-то того, что в России все не так плохо, как нам бы хотелось, и как на самом деле. И вот это очень плохое для всех нас преднаменование, потому что когда у человека обманное хорошее ощущение, он может просто он тогда не пойдет ни на какие переговоры, он тогда не задумается о том, правильно ли то, что он делает, и так далее. И вот это самая главная вещь, которая нас ждет в 2024 году. Ну, переговоров мы с ним и не ждем, и не хотим, и отказываемся садиться за один стол именно с Путиным. Ну, верит он в это, хорошо, что он в это, конечно, верит. Вы знаете, по моим наблюдениям, когда учился в мединституте, все пациенты в психбольницах, они тоже искренне в себя очень верили. Тут вопрос в том, найдутся ли санитары вовремя готовые купировать этого маньяка. Сергей, спасибо вам огромное за этот разговор. Давайте еще раз попросим наших зрителей поучаствовать в создании следующего выпуска. Напишите нам, пожалуйста, какие бы темы вы хотели услышать в обсуждении, в анализе Сергея. Мы обязательно прислушаемся к вашему мнению, оно для нас очень важно. Это первый, записанный в последний день 2023 года и выданный в эфир в первый день 2024 года. Так вот мы вместе с Сергеем пройдем этот рубикон. Спасибо вам огромное, Сергей, и за эти три месяца нашего совместного труда, и за этот эфир. Давайте поздравим наших зрителей с уже наступившим 2024 годом. Пусть это будет год победы для Украины. Мы все этого очень-очень хотим. Других желаний у меня нет. У меня тоже я присоединяюсь к этому вашему пожеланию. Это действительно самое главное пожелание. Я бы сказал так, что было бы хорошо, если бы это был последний год путинского режима одновременно, то есть падением путинского режима. И традиционно я всегда все мои пожелания всегда всем людям, самое главное здоровье, потому что если не будет здоровья, то мы даже не сможем по-настоящему оценить ни то, ни другое. Присоединяюсь к вашим пожеланиям. Это были «Тайны» с Жирновым. Всем спасибо, что смотрели. Хороших вам праздников!